Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская и коротко о главном. В Кустанайской области началась стенокосная кампания. Как отмечают специалисты управления сельского хозяйства, пока урожайность сена ниже прошлогодней. Татьяна Калюшина с подробностями. Новые торговые павильоны начали устанавливать в Кустанай. Они появятся в 35 местах в разных частях города. Алияда Смагомбетова с подробностями. Первоклассники региона будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из бюджета выделено почти полмиллиарда тенге. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении такой возможности и ученикам со 2 по 4 класс. Подробнее об этом расскажет Яна Гала. Сегодня президент Казахстана провел заседание коллегии Министерства внутренних дел. Касым Жумар Тукаев акцентировал внимание полицейских на основных проблемах, на которые они должны обратить внимание в первую очередь. Среди главных – повышение уровня дорожной безопасности и противодействия семейно-бытовому насилию. О чем еще говорил глава государства, расскажут мои коллеги. Общество ожидает от полицейских эффективной и планомерной работы по противодействию семейно-бытовому насилию, подчеркнул президент страны на заседании коллегии Министерства внутренних дел. По его мнению, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа. И здесь основная роль отводится участковым инспекторам полиции. Особое внимание следует уделить повышению эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия. Я только что заслушал доклад. В принципе, подходы правильные. Но статистика неутешительная. Нужно продолжать эту работу. За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Это статистика абсолютно неутешительная. Печальная по своей сути. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов среднего вреда здоровью. Глава государства подчеркнул, сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам, в то время как с нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона. Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения. Еще один важный вопрос – это повышение уровня дорожной безопасности. За последние три года количество ДТП выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысяч граждан. Более 55 тысяч получили травмы. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь, следует обратить внимание все граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Служба в правоохранительных органах, отметил Касымжу Мартакаев, очень непростое дело. Чтобы поддержать полицейских, им была повышена зарплата, появились жилищные компенсации, укрепляется материально-техническая база, внедряются инновационные технологии. И эта поддержка будет продолжена и дальше, подчеркнул президент. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Более 10 тысяч иностранных автомобилей прошли легализацию на территории Кустанайской области с января этого года. Сегодня акция, начатая МВД Республики по поручению президента страны, завершается. Однако у тех, кто еще не легализовал свой купленный за границей транспорт, пока есть возможность сделать это. Главное успеть подать заявку до полуночи. Сегодня последний день акции по легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Она проводится уже больше пяти месяцев. Поучаствовать в акции смогли владельцы машин с иностранным учетом без криминальной истории и прошедших таможенную очистку. У желающих легализовать транспорт осталось несколько часов. Ровно в полночь будут отключены все информационные системы и мобильные приложения, через которые владельцы иностранных машин еще могут подать заявку на их легализацию. Тем, кто не успел этого сделать, сотрудники Кустанайской полиции настоятельно рекомендуют поторопиться. Еще раз подать свои заявки, так как кто подал заявки до 1 июля, несмотря на их или будет отказ, или будет она одобрена, все эти заявки будут рассматриваться. Все заявки, автоконструкторы, аналегализации, все принимаются, кто подал свою заявку до 1 июля. Что касается так называемых автоконструкторов, то есть автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана под видом запчастей, то их за полтора месяца легализовано в Кустанайской области более 200. Всего же с начала акции полиции и другими органами уже одобрено более 10 тысяч заявок на легализацию иностранных авто. Если мы 10 тысяч оформили, где-то тысячу ожидает своего очереди, по тем или иным причинам они не успели их поставить на учет. Но будем работать в данном направлении, так как они заявки подали до этого 1 июля. В последний день акции в окрестностях Кустанайского автоциона, где и проходят основные процедуры по легализации скопления автомобилей без каких-либо номерных знаков. Вероятно, их владельцы уже ожидают выдачу казахстанских номеров. Исходя из мониторинга, который мы отслеживаем, что основная часть наших граждан, ну, жителей области, я так думаю, что они дотянули, думали, что на последний день они поставят. И вот это вот, как бы, она пошла накладка, потому что, судя по тем, что какие у нас имеются очереди, февраль, март по 40, 50, 60, то уже на сегодняшний день у нас в день мы отрабатываем более 200 заявлений. По данным полиции, сейчас нерассмотренными остаются еще около 3000 заявок от желающих легализовать транспорт. До конца дня их количество может увеличиться. Виктор Ваташко, Алексей Краснов, Наталья Луговская, РТН Наказание за гибель ребенка назначено водителю Кустанайского маршрутного автобуса. Судом человек, который нарушил правила дорожного движения, отправлен в колонию. Подробнее об этом, а также о том, какие запреты вводятся для водителей электросамокатов и какая ответственность грозит казахстанцам за участие в иностранных военных конфликтах. В нашей рубрике «Коротко». Приговор по делу о смертельном ДТП вынесен в Кустанай. Наезд на 11-летнюю девочку 24 октября прошлого года совершил 39-летний водитель маршрутного автобуса Жандоса Миралин, проехав на запрещающий желтый сигнал светофора. Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась в машине скорой помощи. В ходе премии прокурор попросил лишить подсудимого свободы сроком на 2,5 года и прав управления транспортными средствами на 5 лет. Потерпевший отец погибшей требовал максимально строгого наказания и заявил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 миллионов тенге. Подсудимый вину и гражданский иск не признал. Суд учел смягчающее обстоятельство наличия у подсудимого малолетних детей. В итоге Амиралину назначено 2 года 6 месяцев пробыть в колонии-поселении. Гражданский иск удовлетворен частично на 5 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу. Об уголовной ответственности за участие в иностранных военных конфликтах и разжигании межнациональной розни напоминает прокуратура Кустанайской области. Ведомством распространено обращение к жителям региона. В нем отмечается, что в последнее время в соцсетях активно размещаются материалы о конфликте между Российской Федерацией и Украиной. Отдельные из них призывают граждан Казахстана к участию в конфликте. Есть и провокации с признаками разжигания национальной розни. В некоторых комментариях размещаются сепаратистские призывы о целостности территории нашей страны. На территории Кустанайской области, по информации прокуратуры, зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию России для участия в вооруженном конфликте на Украине. Ведомство призывает не поддаваться на провокации и призывы и разъясняет, что участие казахстанцев в военных действиях на территории иностранного государства и разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана являются уголовно наказуемыми и влекут лишение свободы на срок до 10 лет. Президентом Казахстана подписан закон по вопросам организации дорожного движения. Документом вводится понятие «малоэлектрическое транспортное средство» с указанием его тех характеристик, правил эксплуатации и перечнем запретов для водителей и понятие «электрический самокат». Последний не должен иметь возможности разгоняться больше чем до 25 км в час. Его водитель должен двигаться по велосипедной дорожке. При ее отсутствии допускается движение по правому краю проезжей части дороги с соблюдением правил. Водителю должно быть не меньше 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час. Подобные требования устанавливаются для водителей мопедов и малых электрических транспортных средств. К другим темам. 112 порывов стали результатом опрессовки. 76% теплосетей изношены. Такая картина на данный момент сложилась в Рудном. Чтобы снизить процент изношенности, хотя бы до 40% потребуется несколько лет. Как планируют решать эту и еще одну актуальную для города горняков проблему, сегодня на брифинге рассказал Аким Рудного. Несколько коммунальных аварий, случившихся этой зимой в Рудном, оставляли без тепла жителей многоквартирных домов. Это заставило местные власти всерьез задуматься о том, как не допустить коллапса в следующем отопительном сезоне. Техническое обследование теплосетей показало, 76% их изношены. То есть, говоря проще, трубы нужно менять. Проведенная в апреле опрессовка выявила 112 порывов. Это тоже тревожный звонок. Их сейчас ремонтируют. Заключили договора с четырьмя предприятиями на сумму 322 миллиона для устранения именно аварийных участков, которые у нас были в основном. Из-за этих участков были отключения у нас по отопительному сезону 2022-2023 года. Сейчас все работы на 90% по сварочным работам завершены. К 1 июля мы на 90% выходим. И до 15 июля, согласно договору, у нас полное завершение всех работ. Общая протяженность магистральных сетей Рудного – 249 километров. В этом году будет отремонтировано лишь 6 из них. Чтобы снизить износ хотя бы до 40%, заменить нужно 50 километров труб. К этому будут идти поэтапно. Деньги на это выделяются из городского и областного бюджетов. Также в связи с объявлением этой зимой чрезвычайной ситуации в Рудном средства выделяют и из республики. Трубу, которую коммунальщики выносили на поверхность, чтобы сохранить тепло в квартирах рудничан, уже заменили. Мы завершили данный участок. Единственное, что у нас остается переход под улицей Мира, пересечение Горняков и Мира. Там у нас в наличии 5 кабельных сетей идут Казахтелекома. И они лежат над теплотрассой, а лотки на теплотрассе уже пришли негодно, с ними лопнули, провалились. Поэтому очень работа будет сложная. Мы сейчас подводим, с двух сторон подвели. Когда у нас 100% будет готовность по Мира в начале и окончании улицы, то мы возьмемся именно за сам переход. Этот вид работ, по словам Виктора Ионенко, займет не более трех дней, рассказали на брифинге и о том, как решается еще один острый для Рудного вопрос. В бытовых отходах дворы жителей города Горняков буквально утопали. Виной тому, по мнению Акима, была мусоровывозящая компания, которая не справлялась со своими функциями. И сами рудничане. Оказывается, из 37 тысяч жителей города договоры на вывоз ТБО заключили лишь 20 тысяч. То есть фактически половина горожан не оплачивает эту услугу. Сейчас за людей, выбрасывающих мусор, но не платящих за это, взялись основательно. В противном случае мы подаем сегодня инициативу суды и отрабатываем судами уже. Но мы еще отдельно делаем поквартирный обход, делаем сверки, уточняемся, убеждаем, информацию на всех средствах массового информации распространяем о необходимости заключения договоров. Все-таки, если мы начинали, где-то порядка у нас 6-7 тысяч было договоров, сегодня уже более 20 тысяч. Как отметила Аким Рудного, за один день такую проблему не решить. Но над этим работают. Сейчас город обслуживают две мусоровывозящие компании и нареканий со стороны жителей стало меньше. Диара Ахмечин, Яна Гала, РТН. Продолжаем выпуск. В Кустанайской области идет сенокосная кампания. Правда, ее темпы замедлились из-за обильных осадков. Поэтому и цифры заготовки сена небольшие. Из запланированного 1 миллиона 100 тысяч тонн скошено всего 48 тысяч. Однако, как отмечают специалисты, сейчас сельхозтоваропроизводители смогут наверстать упущенное время. Татьяна Калюжная продолжит тему. Обычный сенокос в Кустанайской области стартует в середине июня, когда завершается пассивная кампания и связаны с ней хлопоты. Управление сельского хозяйства отметили, что в этом году от традиционного подхода отходить не стали. Но планам помешала погода. Как вы сами знаете, у нас же сельхозформирование, как приступили к сенокосной кампании, вторая половина июня, у нас выпали осадки, пошли. И сейчас за это у нас темпы чуть-чуть снизились. И вот сейчас, как прошли вот эти дожди, они по-новому уже, как бы, темпы наращиваются по заготовке кормов. В этом году в Кустанайской области по плану нужно заготовить 1 миллион 100 тысяч тонн сена. Пока в загромах лежит из этого количества 48 тысяч тонн. Цифра сравнительно небольшая, отмечают специалисты, но заготовка кормов идет повсеместно во всех регионах. Поэтому все может измениться в ближайшее время. При этом аграрий надеется, что затянувшаяся непогода тогда только положительно сказалась на росте как кормовых культур, так и на пшенице. В дождьхе никогда лишним не бывает нам, аграрием. Когда вот эти дожди, у нас сельскохозкультура, они уже зеленую массу набирают. У нас это в основном тот же кострец, он многолетний, хотя и многолетняя трава, он более отзывчив к этим выпадающим осадкам. Сейчас же урожайность сена немного ниже прошлогодней. Было 6 центнеров с гектара, сейчас 5 центнеров. Специалисты от сельского хозяйства надеются, что до осени, а именно до этого времени будет идти сенокоз, ситуация изменится, ведь массово начнут косить гектары многолетних трав и осушенные лиманы. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. В Кустанае начали устанавливать новые торговые павильоны. Всего их будет 35 штук в разных частях города. Прилавки будут сдавать продавцам в аренду, однако пока неизвестна сумма платы за место. Заменить старые киоски решили для того, чтобы привести в надлежащий эстетичный вид торговые зоны города. Но довольны этим не все. Альяда Смагомбетова продолжит тему. Известный базарчик по улице Чкалова ликвидировали старые киоски, убрали, а на их место установили новые деревянные торговые павильоны. С виду они очень аккуратные и выглядят красиво. Однако предпринимателям это не особо нравится. Предприниматели уже вовсю торгуют в новых павильонах. Их 10 штук. В Акимате рассказали, что жители этого района сами просили благоустроить территорию. Поскольку старые конструкции были местом притяжения бездомных. И вид у киосков был не самый лучший. В итоге местным жителям, судя по всему, угодили. А те, кто раньше тут торговал, новшеством не рады. Эти латные, это пойдут для датчиков. Они отсидели там до пяти, до шести часов, разъездили, уехали домой, они свой товар с собой заберут. Все, прилавки пустые, красиво, чистые. Я не говорю, что тут страшно. Тут прилавки красивые, может, экологично чистые, но они непригодные для нас, постоянных, потому что зимой, говорю, он будет пустой. Туалета нет, место холодное, зимой здесь вообще никого не будет. Я скажу вам, что хорошо, и, может, эти с вещами останутся. Вам надо было прийти, когда дождик был, когда мы не знали, куда нам деться. Старые были лучше? Конечно, у нас киосок был, у нас он закрывался, мы его закрывали на ночь, мы товар оставляли в киоске, у нас холодильник был. Вот так вот. Что здесь удобно? А будете вы здесь стоять? Не знаем, мы стоим сейчас до обеда всего лишь. Если дождь будет, как будем стоять? Вот козелька нет, везде открыто. А раньше как было? Раньше нормально было. Закрытые были. Товар негде оставить сейчас, например. Таскаем туда-сюда. Предприниматели считают, что их пожелания не учли. Многие, кто раньше здесь стоял, выходить больше сюда не хотят. Пока заняты только три прилавка. А вот жителям этого района этот вариант павильонов нравится больше. Эстетично, красиво, уютненько. Конечно, лучше, чем это было. Кто на полу, кто на прилавочках, как попало. Конечно, лучше. Отлично, это самое, что тут говорить. Благоустроено все, по-современному, нигде ничего не валяется. Это самое, ну, сами же, действительно, это видишь, вот эти старые образцы, киоски, то есть все, оно даже морально как-то это самое, немножко давит все-таки, а вот так уже современное. Всего же по городу появится 35 таких торговых павильонов. Их установят по улице Арстанбекова, где летом продают арбузы, а зимой – елки. На территории стоянки торгового дома «Аврора» и еще точечно заменят в двух местах. Акимат планирует сдавать их в аренду. Отдел госактивов наш будет проводить открытый конкурс на площадке госреестр по аренде данных прилавков. И любой желающий может арендовать ее на круглый год или, к примеру, сезонно на три месяца на какой-то, и осуществить свою торговлю. Помимо этого, Акиму города поручено изучить локации города непосредственно для удобства реализации продукции дачников. Пока в Акимате выбрали две локации, где смогут торговать дачники. Неподалеку от Корейского моста и возле супермаркета Астыгжан. Чем в Акимате руководствовались при выборе этих мест, неизвестно. Да и цена аренды пока не называется. Расчет будут произведить после того, как установят павильоны. Валерий Тощев, Алияда Смагомбетова, РТН. Полмиллиарда тенге на горячее питание. Именно такую сумму выделили из областного бюджета на оплату школьных обедов первоклассников региона. Это значит, что кормить их теперь будут бесплатно. В ближайшее время на сессии областного маслехата рассмотрят возможность выделения средств на оплату обедов и для учеников со 2 по 4 классы. Сколько бюджетных тенге на это необходимо узнавала Яна Гала. Тема горячих обедов в школьных столовых нередко становится причиной бурных дискуссий в соцсетях. Одни недовольны качеством, другие стоимостью, третьи недоумевают, почему родителям кустанайских школьников приходится их оплачивать. Тогда, как, к примеру, в Астане, Шенкенте и нескольких областях страны на это выделяются средства из бюджета. И теперь в этом вопросе ставят точку. На сессии областного маслехата, состоявшейся в июне, было принято решение выделить деньги, чтобы обеспечить всех первоклашек региона бесплатным горячим питанием. В этом году по прогнозам по городу Кустаная предполагается 4 350 первоклассников. Для данной категории выделена сумма из бюджета в размере 137 миллионов 39 тысяч тенге. Соответственно, с 1 сентября все первоклассники школы города будут охвачены горячим бесплатным питанием. Это значит, что родителям больше не придется закладывать в семейный бюджет такую статью расходов, как школьный обед. Его стоимость в завершившемся учебном году была 450 тенге в день. Это значит, что около 9-10 тысяч тенге в месяц родители тратили на то, чтобы ребенок поел в школе. Чтобы обеспечить бесплатным горячим питанием первоклассников не только Кустаная, но и всей Кустанайской области требуется почти полмиллиарда тенге. Деньги на эти цели уже выделены из бюджета. Сейчас рассматривается возможность обеспечения бесплатным горячим питанием и учеников со 2 по 4 класс. Их в регионе более 36 тысяч. Горячий обед этих школьников обойдется бюджету в 1,3 миллиарда тенге. Выделят ли их, станет известно уже в ближайшее время на очередной сессии областного маслехата, сообщили в управлении образования региона. Диара Ахмечин, Яна Галла, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.